Меня зовут Эрик Уоррин, и сегодня я хочу с вами кое о чем поговорить, от чего, возможно, вам будет некомфортно. Я думаю, что самосознание — один из самых важных атрибутов предпринимателя. Понимание себя самого, понимание того, что вы действительно делаете, понимание пробелов в эффективности и производительности, которые существуют в любом бизнесе. Потому что с этим пониманием мы можем исправить все, что угодно. Но если мы игнорируем это, то мы исключаем наши возможности исправлять ситуацию. Нас начинают бросать от одного к другому путем судьбы и обстоятельств. Так ведь? И я не хочу, чтобы вы стали жертвой судьбы или обстоятельств. Я хочу, чтобы вы руководили своим бизнесом. Поэтому, когда я говорю о самосознании, позвольте мне сказать вам, что именно я имею в виду. Вы действительно работаете в этом бизнесе, или это всего лишь небольшое хобби для вас? И если бы я работал с вами персонально, я бы задал вам несколько вопросов. Если бы вы инвестировали 100 тысяч долларов в свою собственную дистрибуцию сетевого маркетинга, ваш уровень энергии и усилий был бы другим, чем сейчас? Я скажу, что 99,999% людей, которые смотрят это видео, ответят, «Конечно, был бы другим». Тогда мой встречный вопрос – почему? Почему это было бы больше? Ваш потенциал роста одинаковый, вне зависимости от того, сколько вы инвестировали – 100 тысяч долларов или 1000 долларов, или еще меньше – в сетевом маркетинге. Такое же самое. Но вы скажете, что вы более заинтересованы и мотивированы вернуть эти 100 тысяч долларов, которые вы инвестировали в бизнес. Вы будете более мотивированы, если вы инвестировали в первую очередь, потому что теперь вы в состоянии заставить себя пойти на работу. И это говорит мне о том, что вы думаете, как наемный работник, а не как предприниматель. Еще пара вопросов о самосознании. Это трудные вопросы, но это так и есть. Сколько бы вы заплатили кому-то за то, что вы сделали за последние 30 дней? В долларах. Сколько бы вы заплатили кому-то за то, что вы сделали в своем бизнесе сетевого маркетинга за последние 30 дней? Если ответ – немного, тогда вы не можете рассчитывать, чтобы получить много, не так ли? Если вы собираетесь стать предпринимателем, вам придется столкнуться с такими вопросами. Вы должны разобраться, насколько вы обладаете навыками. Что с вашим мышлением? Если стратегия, что с обязательствами, насколько вы увлечены, что с настойчивостью, последовательностью и всем остальным, что требуется для того, чтобы стать предпринимателем. Вы не можете просто скрестить пальцы и надеяться на лучшее. Мне бы это так нравилось, если бы сетевой маркетинг так работал. Может быть, вы присоединились, потому что вы думаете, что сможете получить что-то просто так? Но вот в чем правда. Сетевой маркетинг – это предпринимательский стартовый набор. Он дает вам все инструменты для того, чтобы стать предпринимателем. И он дает вам возможность получить часть прибыли от других предпринимательских возможностей. Частица риска. Но вы все равно должны научиться мыслить по-другому. Вы все равно должны быть преданы своему делу. Вам все равно нужно вносить страсть. Вы все равно должны развивать свои навыки. Вам все равно нужно изменить свое мышление. Вам все равно придется создать стратегию. Вы все равно должны быть последовательны каждый день. Или перестать рассчитывать на большие результаты. Самосознание. Осознайте, где вы находитесь и куда вам нужно идти. Существует пробел между тем, где вы сейчас, и там, где вы могли бы быть. Ваша работа как предпринимателя заключается в том, чтобы заполнить этот пробел, для того, чтобы достичь своего потенциала и увидеть большее будущее для себя. Хорошо? Так что проведите для себя тест самосознания. Примите решение, что с сегодняшнего дня вы идете делать этот бизнес с открытыми глазами. Потому что когда вы сделаете это, у вас появится возможность решить любую проблему. Это наше шоу на сегодня. Надеюсь, вы получили пользу. Если вы знаете кого-то, кто должен услышать это, просто поделитесь с ним этим. Увидимся в следующий раз. Берегите себя. Пока-пока.